Открываю файл с заданием. Тут вижу номера и фамилии. Каждая группа своим цветом. Красный, зеленый, синий. Нахожу свое здание и удаляю все планшеты, кроме того, на котором мое здание. Потому что их здесь много и архитект сильно виснет. Поэтому я выделяю все, нажав Ctrl-A. Теперь зажимаю Shift, держу его и кликаю на планшете, который нужно оставить. То есть я сначала выбрал все, а потом убрал выделение с того, что мне нужно оставить. Смотрите, если у вас выбран не инструмент, а указатель, а какой-то другой, например, вот этот. И вы нажимаете Ctrl-A, то ничего не выделяется. Потому что выделяются все элементы вот этого типа, который зажат. Если я зажму текст и нажму Ctrl-A, то выделится весь текст. Если я зажму рисунок и нажму Ctrl-A, выделяются все рисунки. Чтобы выделить точно все объекты, нажимаете на указатель, стрелку и Ctrl-A. Теперь держу Shift, кликаю на планшете, который нужно оставить. Выделение снялось, жму Delete. Теперь я поворачиваю планшет, чтобы все линии моего здания, например вот этого, были максимально близки к вертикалям и горизонталям. То есть все контуры, все стены. Для этого я вытягиваю направляющую линию и довожу ее до какого-нибудь угла. Вытягиваю сверху или снизу, вот за этот пунктирчик. Нажимаю левой кнопкой мыши и не отпуская, тащу курсор до угла. Неважно какого. Затащил. Смотрю, у меня в принципе более-менее близко к вертикали и горизонтали. Я все-таки поверну планшет, чтобы вот эта линия, неважно или это, она совпадала с горизонтальной линией направляющей. Для этого я выделяю планшет, щелкнути правой кнопкой мыши, где угодно. Открывается список, выбираю изменить расположение и здесь повернуть. Щелкну на этом углу, а потом на другом углу длинного фасада. Лучше убирать самую длинную линию, потому что по ней можно точнее сориентироваться, точнее ее развернуть. Щелкаю на другом углу этой линии или на самой линии, неважно. Например, на углу. И третий щелчок на направляющей линии. Все, планшет развернулся и контур здания совпал с горизонтальной направляющей линией, что и требовалось. Теперь иду на вкладку план, с вкладки деталь. Перехожу. Тут ничего не видно, потому что у меня отключен фон. Вот эта кнопка. Нажимаю «Показать фоновую ссылку». Фон виден. В домашнем задании в файле я же включил видимость рисунков и видимость вот этого листа деталь на листе план. То есть, если вы фон нажмете, вы сразу же увидите эту топосъемку. Приближаю свое здание. Вот оно. И теперь вытягиваю направляющие линии по всем контурам здания. У меня оно довольно простое. Пускай будет 4 длинных наружных стены. И еще тут торчок. Будет еще здесь линия и здесь. Вытягиваю направляющие сверху, снизу, слева и справа. Вот эти вот пунктирчики. Взял левой кнопкой мыши и держу ее, не отпуская. Затащил. Левую кнопку мыши отпустил. Линии эти оранжевые. Их цвет не поменять. А вот цвет топосъемки поменять можно. Я иду в свойства фоновой ссылки. Для этого жму на черный треугольник справа от кнопки «Включение фона». Набираю самая нижняя фоновая ссылка. Здесь в графе «Ссылка» я меняю ее цвет. Например, на синий. И делаю его более прозрачным. Вот этим бегунком. Вот так. Закрываю окно. И продолжаю вытаскивать контуры. Направляющие линии. Сверху я вытаскиваю горизонтальные направляющие. Или снизу. А слева-справа вертикальные направляющие. Еще одну доведу сюда. И последнюю. Вот на этот нижний торчок. Все направляющие я поставил. Теперь можно отключить фон, чтобы он не мешался. Чтобы комп не тормозил и нам было хорошо видно направляющие. А просто нажму эту кнопку и фон выключится. Теперь выбираю инструмент «Ось». И рисую вертикальную ось. Рисую не от мест пересечения направляющих, а завожу подальше с нахлёстом. И горизонтальную. Неважно откуда. С лево-направо, справа-налево. Без разницы. Осе две нарисовал. Теперь их выделяю, чтобы поменять их свойства. Уменьшить кружки и размеры букв. Выбираю инструмент «Указатель». Щелкаю на одной оси. Вот я тут ее линии не вижу, но я знаю, что она тут есть. Либо могу щелкнуть в центре кружка, чтобы наверняка эту ось выделить. В центре кружка щелкаю. А здесь я щелкну на самой линии, которую тут не вижу. Но я навожу курсор. И ось подсвечивается темно-синим. Все, выбрал две оси со шифтом. Теперь меняю размеры круга вот здесь. Например, на 20. И размер шрифта. Цифра вот здесь. Например, на 17. Чтобы скинуть выделение, я жму либо Escape, либо я щелкаю левой кнопкой мыши в пустом месте. Выделение сбрасывается. Теперь я хочу, чтобы кружки были не с этой стороны. Не справа, а слева. А на этой оси не сверху, а снизу. Опять выделяю ось с шифтом. Одна ось. Шифт. Вторая. И врубаю галку вот здесь. Кружки с двух сторон. Отрубаю вот здесь. Кружки с другой стороны остались. Жму Escape. Выделение сбрасывается. Теперь я копирую оси. Выделяю ось. А проще даже ее не выделить. А просто навести курсор. Нажать левую кнопку мыши. Удерживаю схватить. И потащить, куда мне нужно. То есть вправо. И в процессе этого перемещения я нажимаю кнопки Control-Alt. Одновременно нажимаю. И тут же отпускаю. Вижу появилось внизу два плюса. Внизу справа от курсора. Значит у нас перемещается несколько копий. Одна за другой. Дотаскиваю до направляющей. И я попрошу, чтобы у нас все-таки были более-менее точные размеры. Вот сейчас я по съемке направляющие вытащил, как они были. Без размеров. Они, видите, совершенно не кратны. То есть 71 метр 0,62 тысячных. Вернее. То есть 71 тысяча 62 миллиметра. Давайте договоримся, чтобы размеры были кратны 10 сантиметрам. То есть мне нужно 71,1. Я округляю здесь большую сторону. И для этого я ввожу 71 с клавиатуры цифрами. Ставлю запятую. 1. Enter. Готово. И тащу вторую ось. Здесь расстояние 5,595. Округляю здесь до 5,6. С клавиатуры жму 5,6. Enter. Готово. Все, две оси поставил. У меня тащатся дальше копии, потому что они будут бесконечно делаться, пока я не нажму Escape. Нажму Escape. Все. Все вертикальные оси я проставил. Теперь горизонтально. Также я не выделяю эту ось. Навожу курсор на нее. Курсор меняет форму. Он привязался к этой оси. Хватаю левую кнопку мыши и сразу тащу вниз. Не отпуская. Все. Потащил. Отпускаю левую кнопку. Перемещаю строго вниз. Вдоль вот этой направляющей линии. Вернее, это линия привязка называется. Вот это направляющие пунктирные. А вот это линии привязки, которые появляются и исчезают. Как вариант, я могу нажать Shift. И тогда у меня перемещение, оно с этой линии не слетит. Если я к линии привязки привязываюсь и отвожу, перемещение слетает с вертикали. А если зажимаю Shift и отвожу, то выделение уже не слетит. Вернее, перемещение. Могу со Shift. Довожу до этой направляющей. И так же по размерам. Смотрю расстояние. 15,772. Округляю. 15,8. 15,8. Enter. Я забыл нажать Ctrl-Alt в процессе, поэтому я переместил не копию, а сам объект. Жму Ctrl-Z. Либо стрелку назад. Отменить. Теперь навожу. Хватаю и тащу. Появляется плавающая панель, потому что я нажал на выделенном объекте. И по умолчанию здесь у нас перемещение. Все правильно. Тащу ось вниз. Не забываю нажать Ctrl-Alt. Кликаю, отпускаю. Вижу два плюсика. Все. У нас перемещаются копии. Опять ввожу 15,8. Enter. И последняя копия. 16,6. 16,6. Enter. Копии тащатся дальше, поэтому жму Escape. Все. Все оси проставлены. Как быть, если части здания под углом? Например, как на этом здании. Они не перпендикулярны. Поэтому выбираем какую-то одну часть. Сейчас я удалю остальные планшеты. Опять Ctrl-A. Выделяю все. Здание на двух планшетах. Поэтому с шифтом щелкаю на одном. И на смежном планшетах. Delete. Удаляю все остальные. Здесь я тоже разверну, чтобы была вот эта часть строго горизонтально. Вытягиваю направляющую линию до какого-то угла. Вот у меня идеально горизонтально. Вращать ничего не надо. Оставляю как есть. Опять иду на вкладку план. С вкладки топосъемка деталь. Здесь я врубаю видимость фона. Масштабирую. Если у вас что-то не видно. Или слишком далеко. Или сильно близко. Или за пределами экрана. Жму вот эту кнопку. Либо два раза колесиком мыши. Это то же самое. Также создаю направляющие линии. Для той части здания, которая у нас будет ортогонально. То есть горизонтально и вертикально. А теперь я поверну вид. Вращаю не объект, не рисунок, не топосъемку. А просто вид. Как будто кручу головой. Вот здесь выбираю вращение вида. И так же как вращение обычное. Щелкаю на какой-то линии. Которую потом сделаю горизонтальной или вертикальной. Пускай она будет горизонтальной. Вращаю до линии привязки. Курсор прилип. Все отпускаю. Направляющие линии тоже развернулись. Вслед за это по съемкам. То есть я повернул вид. А теперь создам направляющие. Уже параллельно этим граням. Они немного не параллельны. Вернее это параллельно, а это нет. Ну и ладно. Натерчен немножко криво. Ничего страшного. Создал. Теперь я сделаю отрезки направляющих линий. Вот для этого сегмента и для этого. Пока пускай будут прямые, а не дуги. Чтобы сделать не бесконечную линию, которая вытаскивается отсюда, а сегмент. Я иду вот сюда, где эти линии вырубаются. Я нажимаю, они скрываются. Обратно включаю, они появляются. Нажимаю на треугольник сбоку. В списке выбираю создать отрезок направляющих линий. И создаю отрезок между этими двумя углами. Опять создать отрезок. И между этими углами. И фоновую ссылку опять прячу. Разбивка готова. Теперь делаю оси. Сброшу ориентацию обратно в ноль. Потому что я вид вращал. Щелкаю вот сюда. 43 градуса. Это угол поворота у меня сейчас такой. Ставлю здесь ноль. Если что, он прошлый угол запомнил. 43 осталось. Я сейчас фон врубаю. Вот я сбрасываю в ноль, как было изначально. И теперь я могу быстро вращать вид. То есть, чтобы эта часть стала горизонтальной. И можно было чертить правильно, ортогонально. Я быстро меняю на эту цифру. И переключаюсь туда-обратно. Ссылку обратно скрываю. И рисую оси. Инструмент-ось. Я теперь не буду копировать. Просто нарисую оси. Тут. Поменяю сразу ее размеры. Нажимаю Shift. Кликаю левый кромк и мыши. Выделяю. Я выбрал ось со Shift. Потому что это быстрее, чем если бы я переключался на инструмент-указатель. Выделял. Быстребует, когда любой другой инструмент зажат. Я нажимаю Shift. Держу. Кликаю. Выделяю также объект. В него поменяю размер кружка. И текста. А теперь возьму пипеткой свойства этой оси. Чтобы остальные оси рисовались такие же. Смотрите. Если я рисую ось следующую. Она будет с таким же здоровым кружком, как была. Ctrl-Z. Или стрелка на Z. Отменяю. Если я нажимаю Alt. То я возьму свойства этой оси. И остальные будут рисоваться с теми же свойствами. То есть размер текста, кружка и все остальное. Alt. Либо пипетка. Быстрее нажимать Alt. Щелкаю на инструменте. На оси. Все. Теперь ее свойства взялись. Рисую следующие оси. Я пока не заморачиваюсь. Куда они смотрят. Где кружки. Насколько они вылезают за пределы пересечения. Просто разбиваю осями. И скрываю видимость направляющих линий. Вот одни оси. Поставлю размеры. Сначала между этой и этой осью. Выбираю инструмент. Линейный размер. И щелкаю на одной оси где угодно. И на другой. Или на конце. Или на линии. Не важно. Между этой и этой. 1, 2. Все. Я проставил точки. Где будут размеры. Где будут засечки. Теперь двойным кликом. В любом месте. Я заканчиваю проставление размера. И смотрите. Он у меня рисуется по разному. Как бы я мышкой не водил. Он скачет. Горизонтально. Вертикальная линия. Под углом. Вот такой угол. Потому что две первые точки. А у меня всего их две. Пока. Вот этот угол. Между одной и второй. Вот он повторяется здесь. То есть три варианта. Или так. Или так. Так. Или под этим углом. Я мышкой вожу. Ничего не зажимаю. Никакую кнопку вожу. Выставляю как мне надо. И кликаю левой кнопкой. Размер остается. Что делать? Если он скачет постоянно. Мне неудобно. Например. Я хочу проставить размер. Опять же. Между этой осью. Этой. Бэн и клик готова. Он мне скачет. Чтобы размер стал вот так. То есть вертикальная линия. Я щелкаю на какой-то вертикальной линии. Например. На этой оси. Курсор изменил форму. На перпендикуляр. Видите. Там где привязка. Две черточки. Вернее. На параллельную привязку. То есть я навел. Кликаю на элементе. Теперь параллельно этому элементу размер рисуется. Он никуда не соскочит уже. Готово. Теперь давайте между этими двумя осями. Тут нужно подумать. Если мы хотим вот такую линию. Параллельно вот этой линии. Тогда наши две точки размерные должны быть вот на этой линии. Щелкаю на пересечении. Тут. И здесь. Готово. Двойной клик. И веду курсором. Чтобы у нас размерная цепочка была вот под этим углом. Либо щелкаю на этой оси. Параллельно которой хочу получить размерную линию. Все. Щелкнул. Зафиксировал. Больше она не скачет. Щелкаю еще раз. Готово. Проставил. Зажимаю Shift. Держу. Выделяю все три проставленных размера. И поменяю у них размер букв шрифта. Так. И побольше. И побольше. Вот. Escape. Все. Выделение снялось. Если элементов больше. То схема такая же. Рисую. Сколько-то линий. Хочу размеры между вот этими пятью линиями. Выбираю инструмент линейный размер. Щелкаю на каждой линии. Здесь, например, на конце. Закончил. Двойной клик. Либо как вариант правой кнопкой мыши. Убирайте ОК. Завершили. Так же у нас можно под углом. Угол между первой точкой и второй. Так и так. Как хотите. Нам надо, конечно, не так. И не так. А вот так. Еще раз щелкаю. Размер готов. Если, например, какая-то линия была бы не параллельна остальным. Ну, скажем, вот эта линия. Это, это, это. То размеры между ними смысла не имеет. Потому что, смотрите. Выбираю размер. Ставлю точки на линиях. Где угодно. И размер ставится именно между этими точками. Граню клик. Вот такой размер. То есть, где точки я кликал на линии. Между ними размеры проставился.